В эфире «Наша Марка». Я Артур Смоляков. Сегодня расскажем о Витебском отделении Белорусской железной дороги. Сегодня в его состав входит 24 обособленных структурных подразделения и 48 станций. Работа с пассажирами – лишь одно из направлений деятельности. Предприятие также занимается перевозкой и хранением различных грузов, проводит техническое обслуживание и ремонт вагонов любой сложности. Кроме того, здесь есть собственный парк автотранспорта и подъемных механизмов. Витебское отделение Белорусской железной дороги начало свой путь в 1866 году. Именно в то время в Царской России по инициативе купцов была построена железная дорога с портов Прибалтики через Полоцк, Витебск и в сторону Орла для подвоза грузов, зерна. В то время это был стратегический такой товар. И вот эта инициатива стала основанием для Витебского отделения Белорусской железной дороги. Сегодня Витебское отделение, пройдя почти 160 лет, это 7,5 тысяч работников, это около 100 станций остановочных пунктов, это сотни грузовых и пассажирских вагонов, десятки направлений, связывающих нас не только с пассажирскими станциями ближних зарубежья. Это огромная география бывшего постсоветского Союза по отправке грузов и около 200 наших грузовых клиентов, которые перевозят свои грузы по так называемому пространству 1520, которое можно описать одним словом, это весь бывший Советский Союз от Бреста и до Владивостока. Сегодня нет ни одной станции на бывшем постсоветском пространстве, где бы не работали наши грузовые вагоны, перевозя грузы наших клиентов. Кроме того, Витебское отделение – это славные традиции. Это около 200 почетных железнодорожников, около 20 героев Советского Союза, социалистического труда, полных кавалеров орденов славы. Это огромный трудовой путь. Это династии, около 20, общий трудовой стаж, которых приближается 400 годам. Это славный коллектив. Мы не растеряли традиции. Мы сохраняем социальную сферу. У нас имеется Дворец культуры, Дворец спорта, свой детский оздоровительный лагерь, который празднует в этом году 85-й детский оздоровительный сезон. Это санаторий «Железнодорожник», который обслуживает не только железнодорожник в Витебщину, но и всей Белоруссии. И гости около 10-ти зарубежных стран регулярно там отдыхают. Мы уверенно стоим на ногах и с надеждой смотрим будущее. У нас 24 структурных обособленных подразделения, обеспечивающих этот непрерывный перевозочный процесс. Два локомотивных депо, два вагонных депо, три дистанции пути, соответственно, две дистанции сигнализации и связи. То есть порядка 60 станций на Витебском отделении находятся. Из них два крупных железнодорожных узла. Станция Витебск и станция Полоск. Витебское отделение Белорусской железной дороги – это огромный механизм. И общий успех работы этого механизма зависит прежде всего от людей. Здесь востребованы специалисты многих профессий. Это специалисты, служащие, рабочие, руководители. Наиболее многочисленные коллективы – это работники локомотивного хозяйства. У нас около сотни единиц, которые перевозят грузы пассажиров в вагоны. Крупные коллективы обслуживают путь, сигнализацию, связь, энергетики. Очень много работников, управляющих движением и процессами перевозок. А в целом, как я сказал, это больше 200 профессий. Профессия монтеров пути, которых называют путейцами, считается одной из самых тяжелых на стальных магистралях. Железную дорогу часто сравнивают с человеческим организмом. Она исправно функционирует тогда, когда ничего не беспокоит. Следят за болевыми точками как раз путейцы. Сегодня, несмотря на широкую механизацию, труд путейца по-прежнему остается по большей части ручным. Ведя работы по устранению неисправностей пути, монтер орудует путейским молотком, лопатой и ломом. Занимаемся текущим содержанием пути. Также капитальные ремонты, смены стрелочных переводов, решеток. Работа, конечно, сложная. Ответственность большая за движение поездов, за людей, которые в подчинении. Объект, конечно, опасный. Ну, напряженный. На моем околотке находится одна из самых больших сортировочных горок Беларуси. От нашей работы отслаженной и ответственной зависит безопасность грузов, пассажиров, качественная работа всей Беларусской железной дороги. С обстановкой на каждом фрагменте стальной магистрали пристально следят диспетчеры. Их основная задача – координировать работу таким образом, чтобы обеспечить безопасность движения, выполнение графика и оперативных планов. Рабочее место диспетчера оборудовано рядом систем, которые позволяют контролировать управление движением поездов на участке. Эти специалисты трудятся посменно в круглосуточном режиме. Работа не из простых. Нужно быть предельно внимательным, обладать богатым практическим опытом, уметь принимать быстрые и эффективные решения. Находимся мы на станции Витебск. Станция является сортировочной, работает на станции 5 диспетчеров. Заменимаемся формированием, расформированием грузовых поездов, также пропуском пассажирских поездов. Есть поезда пассажирские своего формирования. Из отдельных групп вагонов, либо каких-то конкретных вагонов, мы формируем поезда на какие-то определенные направления. На Россию, Прибалтику и здесь по месту, по Белоруссии, в сторону Полоска, в сторону Орша. Случайных людей нету. Все люди грамотные специалисты, потому что здесь приходится порой экстренно принимать какие-то решения. Простому человеку непонятно, что горит на данном этапе, на данном пульте. Красное, белое. Можно сказать так, что красное – это занятость пути. Значит, на данном пути находятся вагоны. На данный момент дежурный по станции формирует состав. Переставляют группу вагонов с одного пути на второй. Мы видим, что горит белым. Значит, все свободно. Когда поедет состав, когда вагоны начнут двигаться, будет занятость показывать красным цветом. Сегодня Витебское отделение Белорусской железной дороги – это современная техника и передовые технологии. Уже несколько лет у жителей областного центра есть возможность добраться до столицы нашей страны на новом скоростном дизель-поезде бизнес-класса повышенной комфортности. При этом на конечную остановку «Экспресс» прибывает на 35 минут быстрее скорого поезда. Это дизель-поезд серии ДП-6. По своей вместимости он обеспечивает перевозку 311 пассажиров. Значит, комфортабельный в своем исполнении. И за время эксплуатации множество положительных отзывов от наших пассажиров мы услышали. Действительно, он позволяет сегодня практически за три часа осуществить доставку пассажиров из Витебска до Минска. Удобное кресло для сидения, есть устройство для подзарядки наших мобильных устройств и планшетов. Это на сегодняшний день тоже влияет, как говорится, положительно на отзывы пассажиров, но и в целом на комфорт той поездки, которую проводят люди. Мы уже почти 10 лет постепенно, поэтапно переходим на новые уровни. С каждым годом количество пассажиров, приобретших билеты дома по различным удаленным доступам, оно только растет в геометрической прогрессии. Кроме того, компьютеризация, конечно же, пришла и на железную дорогу, которая является очень консервативной организацией. Система управления перевозками, передачей данных – это один из наших приоритетов, и они развиваются. Мы совершенствуем в целом технологию, наверное, работы всех комплексов, и пассажирского в том числе. Наверное, из новинок, о которых мы говорим, нам пришлось задуматься о тех затратах, которые мы несем на все эти услуги. И одна из новинок, наверное, это детальный учет потребляемой воды именно в пассажирском хозяйстве, в пассажирском комплексе, где были внедрены инновационные меры, позволяющие отслеживать и учет вести в онлайн-режиме. То есть это позволяет существенно сокращать расходы и, соответственно, повышать нашу окупаемость. Об успешной работе Витебского отделения Белорусской железной дороги сегодня говорят многочисленные награды, которых удостаивается предприятие. Здесь уверены – все достижения – это результат многолетней работы по внедрению современных технологий и оборудования, освоению новых видов ремонта, работы, направленной на соблюдение норм безопасности и охраны труда. Практически по всем направлениям деятельности наши подразделения занимают призовые места. Действительно, отмечались неоднократно первыми местами вокзальные комплексы Витебска и Полоцка. За моей спиной красавец вокзал Витебск с большой историей. Он, в частности, тоже совсем недавно был одним из призеров Республики Беларусь. Это результат целенаправленного труда. Коллектив Витебского отделения за всю свою историю имеет более ста наград в республиканских соревнованиях любого вида уровня, занимающих призовые места и первые места. Во время Славянского базара на Витебске железнодорожников ложится дополнительная ответственность и нагрузка. В этом году город над Двиной, как всегда, ждет много гостей. Во время проведения 31-го Международного фестиваля искусств будет курсировать дополнительный поезд «Минск-Витебск». Расписание движения заставили с учетом программы проведения форума. Визитная карточка города Витебска, Славянский базар, конечно же, налагает и на нас обязательства. Это и наша работа, это наши любимые пассажиры, среди которых знаменитые люди, любимцы публики. Это тоже наши клиенты. Каждый год мы перевозим десятки тысяч пассажиров к этому празднику со всех концов Беларуси, из соседних стран. В этом году не исключение. Мы назначаем дополнительные поезда в Минск, дополнительные вагоны и на Москву, в другие города нашей страны. В этом году это будет сохранено в полном объеме. Планов на будущее у витебских железнодорожников много, и они твердо уверены в том, что благодаря грамотному подходу, высокой ответственности и применению новейших технологий в работе, все они обязательно будут воплощены в жизнь. В будущее коллектив витебского отделения смотрит с оптимизмом. Логистика, зарождающаяся сейчас в этот сложный период, позволяет нам сказать, что 7,5 тысяч железнодорожников витебского отделения будут сработать. Мы сделаем все, чтобы наши клиенты, грузоотправители и пассажиры только выиграли от новой логистики. Мы откроем новые маршруты, а грузы будут идти еще быстрее и дойдут до своей цели. Планы наши на укрепление производственной базы, промышленной базы в Витебском регионе. Соответственно, перед собой ставим задачи полностью удовлетворить потребности в этих перевозках, оказать содействие в выстраивании логистических цепочек, поставке сырья и, соответственно, отправке готовой продукции. Для себя в перспективе закладываем модернизацию объектов инфраструктуры для ускорения процесса доставки и увеличения, соответственно, скорости. Перед нами огромная перспектива в увеличении своей доходной составляющей и, соответственно, укрепление уверенности в завтрашнем дне для каждого работника. Развитие Витебской области трудно представить безжелезной дороги, которая за время своего существования прошла огромный путь. И несмотря на то, что технологии постоянно совершенствуются, а предприятие живет в состоянии непрерывной модернизации, главной ценностью Витебского отделения по-прежнему остаются люди. Сегодня слаженный коллектив железнодорожников успешно выполняет свои задачи, идет в ногу со временем и с оптимизмом смотрит в завтрашний день. Субтитры создавал DimaTorzok